В этом году исполнилось 50 лет со дня первой публикации в периодике Евгения Обухова. Сначала Евгений Алексеевич работал журналистом в литературной газете, был специальным корреспондентом журнала «Крокодил», а потом стал писать прозу и стихотворение. Сейчас Евгений Обухов автор более десятка книг, сатиры и юмора, пяти книг по филателии и нумизматике, член Союза писателей России и Московского союза филателлистов. Также Евгений Алексеевич известен как автор и ведущий телепередачи «Вокруг смеха». Как я говорю в шутку со сцены, закончил пищевой институт, и когда получил первую инженерную зарплату, рассмеялся, и с тех пор смеюсь, не переставая, стараясь украсить и свою жизнь, и жизнь близких людей, и тех, кто читает, потому что, наверное, не только красота спасет мир, но, может быть, в первую очередь улыбка. Кроме литературного творчества, у Евгения Обухова есть еще одно дело его жизни – филателия – коллекционирование и изучение почтовых марок. Этим он начал увлекаться еще с детства. По филателии писатель также выпустил несколько книг. «Сто великих почтовых марок», «Ошибки на знаках почтовой оплаты», популярный филателлистический словарь. Филателия, в принципе, мне всю жизнь очень-очень помогает, потому что, начиная со школьных времен, любая марка зовет исследовать, посмотреть, узнать о месте, о человеке и так далее. То есть это какой-то дополнительный стимул к тому, чтобы самообразовываться. На встрече с читателями в библиотеке имени Маяковского Евгений Обухов рассказал о себе, прочитал юмористические стихотворения и рассказы. На мероприятии свои произведения также прочитал осаровский поэт-иронист Марина Копкина. Литературное творчество авторов не оставило зал равнодушным и вызывало смех и добрые улыбки. В конце вечера Евгений Обухов подарил библиотеке имени Маяковского сборник своих рассказов «Поворот на Закидоновку». Полное интервью с писателем смотрите в программе без комментариев.